нам не страшен серый волк серый волк серый волк не боимся злых волков папа папами доброе здоровье уважаемые посетители канала я хочу дать ответ андрею который голодал 19 дней и вот он все выходит 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 значит смотрите на 6 день выхода начнем даже еще раньше пятый день выхода значит пишет ну жор прямо был началась отрыжка тут я принял решение вырвать все съеденное а до этого он съел где-то 450 грамм всего я уже говорил это слишком много это слишком итак смотрите пятый день рвота шестой день значит он тут есть 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 все вместе грамм 300 в 3 30 дня начался жор съел много сырых и вареных овощей суп овощной суп гречневая каша все примерно 400 грамм не менее а потом все почти вырвал 2 рота 5 день рвота 6 день рвота последнее письмецо смотрим нам не страшен серый волк серый волк серый волк начался 9 день выхода идет чрезмерное потребление пищи значит съел в обед 350 граммов картошки жаренными кабачками ну не может организм просто знаете вот после программы которую он развернул на голоде сразу значит восстановить пищеварение поэтому поэтому он просто напросто это вся пища для него является едом все вырвал чувствовал что сильно переел потом пил только кофе и вот самое важно помыслы только о том как побольше съесть хотя после кофе с медом кофе с медом с кленовым сыроком чувство голода уходит на несколько часов значит хорошо я буду есть меньше как бы себя человек успокаивает ну немножечко мы отступим отступим чтобы вам было примерно понятно вот голод он напоминает желание желание человека залезть на высокую гору покорить ее при этом он не альпинист то есть он вообще вот примерно имеет представление о залезу к и на гору потом я на нее слезу то есть для того чтобы залезть на гору надо иметь соответствующую подготовку соответствующие амуниции выбрать время более-менее потренироваться как это как это залазить как это сходить чем человек столкнется вот так вот напоминает длительное голодание примерно когда где-то за 15 сутки голод уходит вот примерно так здесь значит возникло желание омолодиться улучшить свои физические кондиции и как как-то был избран для этого вот соответствующий как бы сказать не соответствующая один инструментом то есть вот здоровом образе жизни вообще в лечении все методы можно рассматривать как инструменты ну допустим трава лечения лечение с помощью еды и лечение с помощью голода закаливание там движение дыхание умственные настройки так далее так далее вот значит был выбран вот такой вот инструмент наиболее сильный наиболее сильный и и сразу же знаете дозировка была превышена вместо того чтобы как я учу в школе лечебного голодания начать с одних суток зачем мы начинаем с одних суток для того чтобы изучить свой организм значит когда опять таки человек начинает подниматься огору он начинает сталкиваться с рядом сложности трудности каких-то которые надо преодолеть на низине этого ничего нету тут и кислородное голодание и усталость и мороз и так далее и все это найти действует на сознание так а зачем мне туда лезутю мои ешь могу там замерзнуть на этой горе зачем мне это надо вот таки вот мысли возникает нечто подобное происходит и на голоде человек начинает голодать вроде все идет нормально то есть все татара татата татата а потом начинает в голову лезть мысль да слушай брось ты эту затею ты уже достаточно поголодала отлично очистился смотри какой ты хороший прекрасный вон все люди твои там друзья знакомые там они отдыхают едят шашлыки там пикники то все пятое десятое а ты тут а ты тут а как этот самый чё ты чё ты себя добровольно обрек но вот на все эти неудобства сидишь один без друзей не с кем пообщаться потому что да если ты начнешь с кем-то общаться они так на голоде этот не наш человек они тебя не поймут как говорится стыд и голодного не понимает вот эти вот мыслишки начинают человека сбивать конечно очень правильно поступила женщина которая голодала 67 суток удалилась ну а то есть вы можете почитать удалилась чтоб никто ничего не мешал и у нее была твердая как бы сказать мотивация поголодать для того чтобы чтобы в дальнейшем жить избавиться от серьезного заболевания вот опять дальше вернуться к семье так далее так далее так далее здесь же вроде как знаете вот 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 поголодать и вот такие вот мысли что голодание это очень так сказать как бы сказать ну такое незатейливое занятие дать что там голодаешь да и голодаешь не вникая во все его тонкости она была естественно у многих и у меня в том числе поэтому вот когда вы так попробовали несколько раз поголодать в начале в начале надо понять как вы входите в голодание какие мысли у вас должны быть какой у вас должен быть настрой для того чтобы вошли в одно двух трех дневное голодание там семидневное у вас должен быть настрой настрой это дается не так-то легко особенно когда вы где-то за семь суток будете голодать вот тут то у вас должны быть определенные болевые качества и запас психической энергии это особая энергия которая руководит поддержанием волевого усилия то есть у нас есть грубо говоря энергия от пищи мы поели да все нормально восполнили до насытились у нас есть другой род энергии когда там этом от движения там получаем еще знаете вот как как бы сказать мы там в каком-то тонусе а вот есть еще более тонкий более мощный вид энергии психической энергии которая руководит волевыми усилием а именно насколько вы хотите вот свою хотелку допустим голодание притворит в жизнь и эта энергия вот на голоде там ну ты собрались она расходуется и пополняется очень и очень медленно и пополняет ее не что иное как сон сон и радостное состояние видите на что надо настроиться я вам не зря говорил что если вы настроитесь что каждая секунда голодания делает вас здоровее делает вас сильнее делает вас успешнее делает вас моложе и так далее так далее так далее так далее так далее раздвигает горизонты это совсем другой настрой а когда вы в носке голодаете вот этот это не то голодание которое которое сделает с вами какие-то удивительные вещи которые вы ждете а а молодец и так далее так далее еще разу хочу сказать вот это вот все эти омоложение так далее на на фоне голодания голодает очень много людей а вот добивается значит вообще как в жизнь вот живут много людей от чего-то такого добивается единицы так точно и в голодании вы думаете то поголодал то есть все 5 10 и это неправильный настрой голодания человек считает голодание как вынужденную меру в которой надо себя ограничивать для того чтобы допустим избавиться от заболеваний или еще чего-то или еще чего-то то есть совершенно неправильный настрой вот вот я заболел надо теперь голодать чтобы избавиться е-мое а та 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 голодать не хочется вот хочется покушать ой ой хочется кого-нибудь ущипнуть за какое-нибудь место или еще что-нибудь такое вот такие вот вещи у меня нечто подобное было пока я знаете вот не разобрался вот в тонкостях этого процесса но одно дело еще смотрите разобраться в тонкостях этого процесса как бы сказать умом понять а совсем другое еще воплотить это а тут начинается знаете интересные вещи те дермецовые мысли которые у вас были за которыми сидят темные сущности паразитирующиеся на вас они как раз и начинают очень хитрую с вами игру уговаривать о какого молодец отголодали семеро суток молодец там это самое четырнадцать суток ой ой хорошо чё чё та 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 знаете уговорит это да да все хватит ты смотри все очистился великолепно то есть их не задача сбить вас с панталыка для того чтобы вы их не уничтожили своим этим волевым настроем отголодать чтобы это нечисть ушла и вот так вот я вам рассказываю думаете ну тут это самое гения чё то тут это самое забузил сны на голоде вам все это показывает кто отходит от вас что там за 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 какие-то сущности люди или какие-то животные или еще что-то вам все показывают и как бы сказать ничего тут такого нету а вот просто знаете если рассматривать с точки зрения вот чисто там физиологии так далее да такого быть не может и мы рассматриваем себя знаете вот вот как айсберг который находится находится смотрите вот 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 столько мы видим а все остальное там под водой так вот эту голод позволяет вот это все что под водой взбаламутить и избавляться от него вот дальше грубо говоря начинается восстановление начинается восстановление и те недодавленные сущности которые через ваше сознание вас подталкивают на те или иные поступки на те или иные действия на те или иные мысли и так далее они через через ваше же сознание требуют еды и поэтому возникает неудержимый жор им надо восстановиться не телу потому что тело не усваивать вы съели эту пищу она вот так вот знаете это я сам хорошо знаю вот отключается мозг отключается сознание вы видите тут это грубо говоря там холодильник или там миску и так далее и вот вы едите 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 хорошо 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 и едите до тех пор пока знаете вот не заполняете емкость желудка все дальше пищу некуда толкать желудок только раздулся уперся все в свои как бы сказать эти предельные размеры и тут только хоп наступает праздник у что ж такое почему я переел ай ой 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 вот я такой и начинает себя гнобить у некоторых там рвота у других там желудок останавливается у третьих там начинается самая интоксикация боли шмоли и так далее то есть вред а на самом деле кто это это за вас сделали вот эти вот сущности, которые у вас сидят, а вы их не можете контролировать. У вас не хватает волевого усилия понять это и подавить это. Вот они и этим и пользуются. Что наступает явление жора, и вы идите, 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 пум, коробочка забита, оу, опомнились. Да шо ж я наделал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот, то есть изучить себя, изучить свое сознание. Мы на голоде работаем не столько с физическим телом, не столько с процессами физиологии, мы работаем с процессами, которые происходят в нашем сознании. Они все тут обостряются, вылазят и действуют на нас. И вот тут так, как бы сказать, возникает а кто кого? И когда человек вот, как я говорю, в гору пошел, он примерно, знаете, как это, как турист туда, не знает, зашел, а потом надо еще спускаться, ну, вообще, у него и не сил нет, ни понятия нет, и спуск с горы еще сложнее, чем подъем. То же самое на голоде. Начинается, как сказать, восстановительный период. Если человек проголодал 20 суток, значит, он как минимум, как минимум, будет где-то 30 суток длится. Вот если все, знаете, делать так, как надо, потихонечку его запускать, ну, как потихонечку, но не может он сразу там загрузиться. Вот Сергей молодец, Матвиенко, я ему сказал, две ложки простокваши, и он более-менее ест, пусть хоть чаще, но это все успевает. И как-то, как бы сказать, ребенок-то начинает свое, как бы, укрепление, что ли, настройку пищеварительного тракта, родившийся ребенок, с чего он начинает? Он начинает сначала молозиво, потом пошло там грудное молоко, а дальше уже переходит там на более взрослую пищу. Ну, примерно, вот такая вот логика. И вот он еще более-менее как-то это, держится. Почему еще держится? Потому что он еще вдобавок пишет, что я постоянно слушаю ваши книги. То есть он находится, как бы сказать, вот в этой вот теме, которая его поддерживает. Если вы на голоде и выходите из голода, значит, слушайте мои книги, особенно тему о голодании, вот я записки голодающего, по-моему, один и два выложил. Это как раз вот эта вот литература и аудиокнига, которая помогает вам держаться в этом, в этом вот, в норме, а не сбиваться на то, что сейчас я тут наемся, как этот самый. И все, что я, грубо говоря, потерял на голоде и избавился от каких-то недомоганий, я все это на выходе с лихвой верну. и то, что у меня были какие-то эти самые заболевания, и еще к ним добавлю, и вес, и я еще к ним прибавлю этот вес и так далее. И наступает разочарование, и человек говорит, знаете, а голод мне не подходит, потому что вы его вообще не поняли, не поняли, вы не подготовлены. Это как, опять-таки, альпинист, не альпинист, а простой турист пошел на гору и там что-то там такое с ним случилось. Альпинизм это там не для меня, не это, я ничего не понял. Вот, поэтому, поэтому, вот мой совет, Андрей, пока вы не научитесь контролировать свое собственное сознание, а для этого его надо натренировать на более легких уроках, более легкие уроки это сутки раз в неделю, для некоторых сутки раз в две недели, в так называемые дни кодашек. И только после того, как где-то 10-15 таких голоданий у вас прошло, у вас уже в сознании имеется некий поворот, а можно ли там еще что-то там попробовать, допустим, ага, трое суток. Трое суточек тоже проголодали раз примерно 5-10, ага, заметили, что, что и как. Сезоны года также, ооо, это самое, накладывают свой отпечаток. Вы выберете для себя, когда вам лучше голодать, в холодное ли время года, в теплое ли время года, во влажное время года, в сухое время года, в каком там месте, у единицы или там еще что-то, еще что-то, потому что вообще-то, вообще-то, практически, так как мы идем по пути собственного, значит, развития эволюции, каждое голодание имеет отличительные способности. То, что вы голодали раз в сутки, раз в недельку, значит, в сутки, это одно было, в следующий раз вы голодаете, оно несколько другое, потому что вы стали другими, обстановка стала другая, и во всем этом ориентироваться, будем говорить, не так-то просто, но, возможно, вот тогда будут прекрасные результаты. Вот, например, как тот же Поль Брех, чем он и взял, это тем, что он дисциплинировал себя с помощью вот этих регулярных голоданий. Раз в недельку, джик, и все. То есть, дисциплина должна быть, самоорганизация. Многие говорят, да, мне надо кормить, надо еще что-то делать, надо еще что-то делать, надо еще что-то делать. А вот та женщина, которая голодала 67 суток, мать, и на время голода, естественно, она ушла от детей и так далее, она прекрасно отдавала себе отчет. Если она не сможет с помощью голода и восстановления вылечить себя, то, значит, дети останутся без матери вообще. А здесь появляется шанс, что здоровая мать вернется к ним и дальше продолжит. Есть ли логика, есть ли вот этот смысл? Вот, ну, вернемся, я уже так много наговорил вам, вернемся к Андрею. Если вы хотите голодать, научиться голодать, надо начинать с суточного голодания и дальше там все это трое суток, потом где-то пять-семь суток и все это так через некоторое время будем говорить, чтобы у вас это опыт накапливался, чтобы вы понимали, если вы хотите голодать, постепенно у вас вы поймете, какие процессы начинают разыгрываться у вас на голоде, на выходе из голода, и вы начнете с ними управляться. Все это было и у меня, и жор был, и прочее, прочее, прочее. я понял, если я не научусь дисциплинировать себя на питании, все мои достижения на голодании перечеркиваются. Это надо ясно понять себе. И далее, далее, у вас там цель просто-напросто выглядеть хорошо. Для этого вполне достаточно того, чем вы занимаетесь, физическая нагрузка вы там даете. А вот с питанием надо себя нормализовать. Поймите, вы не не мусорный ящик, в который, знаете, вываливаются все эти вот отходы, как в бак. Да и хрен с ним. Вы должны потреблять столько пищи, чтобы это удовлетворяло вас и по вкусовым потребностям, приносило радость поглощения пищи, ну и удовлетворяло вот эти энергетические и так далее возможности. Это не так уж много. Это не так уж много оказывается. При этом надо следить. Вот за что следить? Следить за появлением чувства голода. И если вы сидите вот столько, грубо говоря, с утра вот столько съели, то чувство голода может и не появиться к концу дня, потому что все это будет усваиваться. И только на следующий там день может появиться чувство голода. ну нам-то надо какое-то ритмическое потребление пищи. А если вы съели вот столько, вот столько, организм это все быстренько переварил, усвоил, и чувством голода говорит вам я готов к приему новой порции пищи и ее перевариванию. а когда вот стоковый, во-первых, это тяжело, опять-таки сравниваем наш организм с какой-нибудь фабрикой. Вот если там немножечко сырья ей дали, насколько там у нее станков есть, она такая чик-чик-чик-чик-чик-чик все это переработала в продукцию. А если же навезли там тюки, у нее нету таких мощностей для того, чтобы это все лежит, лежит, лежит. Вот примерно так и в нашем этом самом организме. Ну, плюс еще, если там сырье просто на складе лежит, то у нас оно начинает подвигаться бактериальному разложению, гниению и так далее, и так далее. То есть организм перенасыщен этими пищевыми веществами, то есть вроде бы тем, что хорошо, оказывается, когда их много, это все превращается в свое противоположное, становится плохо. Вот, и что еще отметить, можно сказать, отрадно из всего этого, человек вот поголодал, он уже получил какой-то опыт, он получил опыт и на голоде, когда входил и вел его, у него уже были и мысли панические того, что бросить все это там такое, ну, в смысле паника того, что смутили его мыслями, да зачем там голодать, давай уже, ты не живешь, ты понимаешь, ты не живешь, голодает, ты не живешь, а вот люди живут, это все сыграло, то есть, вы на основании проделанного начинаете извлекать уроки и их устранять, ага, работа с сознанием, сознанием, далее, значит, начинается выход, вы уже сколько там написал, три раза уже рвота у вас была от переедания, значит, что, значит, надо уменьшить прием пищи, уменьшить его, для этого, вот, поставили, сколько там вы съедаете, вот так примерно, наметили, вот как я сказал Сергею, две столовые ложки, все, хватит тебе, вот съели две столовые ложки, и если вы чувствуете, что вас сейчас опять начнете есть, уходите из дома, уходите от стола, уходите от кухни, отдергивайте себя от этого умственно, чтобы вы смогли это все преодолеть, побороть, и понимать, что переедание ведет к тому, что вы все это просто-напросто переживали и выкинули из себя, то есть, испортили просто-напросто продукты, то есть, на каждом этапе, допустим, голодания, на каждом этапе очищения, на каждом этапе оздоровления, и так далее, и так далее, вы анализируете свои действия, что с вами происходит, и вот эти ошибки, которые вылазят, вы начинаете над ними работать, либо понимаете, я пока с этим справиться не могу, поэтому я это отставлю, с голодом, с голодом, вам пока рано, а именно вот так вот, и не вздумайте еще голодать, чтобы вам хуже не было, а то говорят, что я там в рождественский пост, я там буду голодать, в рождественский пост будет еще хуже, потому что вы психическую энергию не восстановили, дальше такой же этот самый холод будет, который будет сухость и холод вызывать в вашем организме, так называемое перевозбуждение ветра, и это перевозбуждение ветра будет отключать ваше сознание, и вы будете есть, есть, есть для того, чтобы увеличить собственный так сказать объем, и причем поглощать пищу такого качества, которое вас уравновешивает, а пищеварительных этих самых способностей еще нету, и все будет лететь опять вон, очень важно, очень важно, еще разок, я просто вспоминаю себя, вот я вам рассказываю, как я оздоравливался, что я делаю, я все это продолжаю, потому что я занимаюсь такими вещами, у меня особо тоже не получается, как я бы хотел, но я думаю, почему же не получается, что же для этого надо сделать, каким надо стать, для того, чтобы то-то, то-то сделать, вот каким надо стать, для того, чтобы вы прошли через голод, вышли и почувствовали себя обновленным, окрыленным, вот, так что, Андрей, это вот видео для вас и для всех остальных людей, которые хотят там голодать, вернитесь еще к моим ответам, которые я говорил, что для вас достаточно, вот то-то, 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 чтобы вы почувствовали себя удовлетворенным человеком и могли создать там семью, тут нужны вот такие качества, а, не вот то, что вы тут пытаетесь сделать, то-есть, не надо браться за такие какие-то проекты большие, которым вы не готовы, большие проекты поздравлений, благосостояние и прочее, 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 можно решать лишь тогда, когда вы успешно пройдете через ряд малых проектов. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность. на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики, прочих, прочих, никто не говорит. только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, наступает темноту, Новым годом он зовется, и всех людей дается. Шелестят конфет отвертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 наступает Новый Новый год. Он врача нам несет, он в танке раздает, раз и легко растет, это Новый Новый Год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почек а не покалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, 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 наступает Новый Новый год. Он врача нам несет, он подарки раздает, раз веселенье попрощет, это Новый Новый Год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карди, загадай свое желание и под звонку ром па пе, ах, веселись, 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 наступай, наступай, Новый Новый с Продолжение следует...